Глава 9. Они несколько раз сбивались пути, петляли и, наконец, часа через два машина снова выехала на главную дорогу. Город остался далеко позади них. Но, проехав несколько километров колонии, Тухокс увидел на дороге заграждение и солдат, прямо-таки кишивших возле него. Он остановил машину и стал наблюдать. Солдаты вытащили из одного автомобиля вооруженного мужчину и повели его к палатке на обочине дороги. — Они ищут шпионов и дезертиров, — сказал Тухокс. — Ну ладно, постараемся объехать. А это было нелегко. Они протряслись два километра по бездорожью, не останавливаясь. Пересекли узкий ручей и уперлись в стену, которая тянулась в обе стороны. И, казалось, конца и края ей не будет. Тем временем засерил рассвет. Тухокс проехал вдоль стены километра три, пока она, наконец, кончилась. Но теперь дорогу преградил ручей пошире — метров десять-двенадцать. Тухокс осмотрел ручей, нашел место помельче и направил машину по пологому спуску в воду. Метров восемь они проехали по ручью без особых трудностей. Как вдруг вода под дверцами забурлила и устремилась внутрь салона. Колеса забуксовали в песке и или. Вокомобиль безнадежно застрял. — Дальше нам придется идти пешком, — сказал Тухокс. — Может, это и к лучшему. Как пешеходы мы не будем бросаться в глаза. Тем более котел этого вокомобиля может взлететь на воздух в любой момент. Еще чуть-чуть засядет выл и... Да, да, внезапно встревожился Брайан. Нужно побыстрее уносить ноги, пока ничего не произошло. Прошло несколько дней. Они продвигались по грунтовой дороге, теряющейся в лесах и полях. Питались украденными продуктами. На четвертый день удалось угнать машину с двигателем внутреннего сгорания. В этот день они проделывали 60 километров по узким лесным и полевым дорогам. Но бак машины опустел, и дальше пришлось снова идти пешком. — На севере страна Инскопинтик, — сказал Тухоксу Брайану. — Насколько мне известно, она нейтральная. Мы можем перейти границу и отдаться на милость ее жителей, но вечно ты веришь во всякую болтовню, — ответил Брайан. — Ты хоть знаешь, что это за люди? Смесь индейцев и белых. Говорят они на языке, относящемся к семейству Нахса, и они больше похожи на ацтеков в Мексике. Восточную Европу пришли сравнительно недавно, покорили местное население и превратили его в рабов. — Звучит не особо обнадеживающе, — произнес Брайан. — А каковы они теперь? — Я читал, что прошло всего лишь 50 лет с тех пор, как они отказались от религиозных церемоний, связанных с человеческими жертвоприношениями. Они обращаются со своими рабами не просто как с низшими людьми. Они не имеют даже малейшей возможности вырваться на свободу. Во многих отношениях это очень архаичный народ. — Почему же мы тогда идем туда? — Ясное дело, не для того, чтобы просить у них милости. Ночами будем идти, а днем скрываться. Мы должны попытаться пересечь эту страну, не входя в контакт с ее населением. Наша цель — Тирсвенд, Швеция на нашей земле. А там посмотрим, что делать дальше. Может нам удастся попасть на корабль, отплывающий по Адландию, где мы можем стать важными людьми. С нами будет обращаться как с королями, и жизнь превратится в насыщенную и приятную штуку. Эти обнадеживающие слова подбодрили Абрайана. Дальше они шли осторожно. Только по ночам отваживаясь выходить на безлюдные проселочные дороги, и на пятнадцатый день после бегства из Эстокла вышли на главную дорогу, ведущую на север. С вершины одного из холмов они увидели, что поток беженцев иссяк. Солдат не было видно, и Тухокс решил, что они без особого риска могут присоединиться к колонне. Следующие два дня они шли с края колонны беженцев. Так, конечно, продвигаться вперед было намного быстрее, но утро третьего дня они услышали на западе орудийную канонаду. Она все усиливалась, и к ночи уже можно было различить щелканье оружейных выстрелов. Но следующее утро появились отряды гатинозонцев. Под крепление с юга, которое должно было остановить пришедшую в движение фронт. Тухокс и О'Брайен оставались среди беженцев. Там они, по крайней мере, не вызывали подозрений. Левая половина широкой дороги была освобождена полевой жандармерией. Быстро проносящиеся военные грузовики и штабные машины окутывали из заможденных людей удушливыми облаками пыли. К вечеру четвертого дня беженцы подошли к перекрестку и свернули на дорогу, ведущую на восток. Тухокс сказал, «Перкунцы, похоже, уже вторглись и перерезали дорогу к северу отсюда. Они быстро продвигаются вперед». «Я все время считал, что индейцы – хорошие воины», – сказал О'Брайен. «Но здесь, как мне кажется, все совсем не так». Тухокса задело это замечание, словно она каким-то образом казалась его лично. Он знал, что О'Брайен всегда считал его индейцем, и сам он, хотя никогда и не показывал, имел насчет этого свое собственное мнение. «Я хочу тебе сказать вот что», – ответил он. «Эта война совсем не то, что мы знаем. Здесь нет ни конвенции об обращении с военнопленными, нет известных нам правил ведения войны. В плен здесь берут в основном для того, чтобы допрашивать. И, как мы убедились, допросы здесь сплошные пытки. Те, кому не повезло, и кто оказался на побежденной стороне, знают это и борются до самого конца. И если приходится отступать, они скорее убьют своего раненого товарища, чем допустят, чтобы тот попал в руки противника. И захватчики здесь встречают более ожесточенное сопротивление, чем если бы это было на нашей земле. И то, что, несмотря на это, Перкунса быстро продвигается вперед, говорит об их превосходстве в технологии и в стратегии обхода опорных пунктов противника с их последующим уничтожением». О'Брайен хрюкнул. «И, наверное, таки тем, что они гораздо лучшие солдаты. Да ладно тебе. Теперь мне хотелось бы знать, как мы пойдем дальше». Эта дорога поворачивает на восток. Тухокс был вынужден в который раз признать, что он тоже не знает этого. «Ясно только одно», — сказал он, «что до снега мы должны достигнуть Тирсланда. Если же зима застигнет нас на открытой местности, мы просто погибнем от холода». О'Брайен содрогнулся. «Боже, что это за мир? Если уж мы прошли через эти врата времени, то почему бы было не попасть в приятный и дружественный мир?» Тухокс улыбнулся и пожал плечами. Быть может, и существовал такой параллельный мир, но они явно оказались не в нем. Где-то через час после этого разговора, когда они прошли мимо троих мужчин, пытавшихся вытащить застрявший в мягкой земле на обочине локомобиль на твердое полотно дороги, то Тухокс вдруг сказал, «Ты видел женщину на заднем сиденье машины? Волосы ее спрятаны под подком, и выглядит она очень усталой. Но даю руку на течение, что это Ильмика Хускарля». Некоторое время он раздумывал, но когда и О'Брайен сказал, что ее присутствие может пригодиться на границе с инскопинтиком, и эта встреча может вообще для них самый что ни на есть подарок судьбы, они повернули назад. «Обрайен, конечно, прав», подумал Тухокс. «Как с дочерью посла, с ней будет обращаться хорошо, и, возможно, даже так они скорее попадут на ее родину. Тем более, она сама в этом заинтересована, и, конечно же, должна взять с собой Тухокса и Абрайена». В конце концов, именно это было ее первоначальным намерением, и он не видел причин, которые могли бы это намерение изменить. Он смело подошел к машине. Девушка узнала его и опешивала от неожиданности. Несколько секунд она молча его разглядывала, недоверчиво улыбаясь. «Мы можем поехать вместе с вами?» спросил он. Она радостно улыбнулась и быстро кивнула. «Это слишком невероятно, чтобы быть правдой. Мы уже потеряли всякую надежду». Не теряя времени, Тухокс и Абрайен подошли к машине сзади и помогли ее толкать. И как только лакомобиль вытащили на твердое полотно дороге, Тухокс и Абрайен забрались внутрь. Остальные родственники членов посольства Бладландии в Истокве уселись на заднее сидение. Ильмика села за руль и сразу же постаралась вести машину как можно быстрее, но так, чтобы не причинять вреда беженцам. Частыми гудками она прокладывала себе дорогу, а там, где тачка или каталка не были вовремя убраны с дороги, ей приходилось сворачивать на обочину. Во время одного из таких маневров, за 20 минут до появления Тухокса, она и застряла. По пути он рассказал ей, что с ними произошло. Ильмика, конечно, знала, что агенты Бладландии погибли, но была уверена, что обоих чужаков захватили перкунцы. Два дня после побега она еще ждала, ведя всевозможные поиски. Потом сама сбежала из ставшего таким опасным города. Они ехали весь день и всю следующую ночь, и наутро были уже далеко на севере. Но горючее к полудню в машине закончилось. Они попытались останавливать армейские машины, чтобы выпросить пару центнеров угля, но, увы, безрезультатно. Еще километров 40 с трудом проехали, пробуя топить котел дровами. Приходилось часто останавливаться, чтобы набрать дров, но, как назло, из пилены туч хлынул сильный дождь и промочил все вокруг, лишив их даже этой жалкой возможности. «Нам предстоит еще дальняя дорога, и нужно идти», — сказала Эльмика. «Может, мне удастся поговорить с каким-нибудь офицером и выпросить какую-нибудь машину?» Звучало это не очень обнадеживающе. Было ясно, что гатинозонцы по горло заняты своими собственными проблемами, и у них вряд ли найдется время и желание помочь иностранцам найти какое-нибудь транспортное средство, даже если среди этих иностранцев дамам погородного происхождения. И часа через два они смогли в этом убедиться, когда прошли уже в колонии беженцев первые шесть километров. Из ближайшего перелеска выбежали человек пятьдесят-шестьдесят. Это были пехотинцы. Они пересекли дорогу и укрылись за парой холмов. Беженцы, оказавшиеся поблизости, побросали свои пожитки, повозки и побежали с дороги вслед за солдатами. Паника охватила всю колонну. Дорога превратилась в хаос, наваленный друг на друга рухляди, лишившийся своих хозяев. В воздухе просвистела граната и взорвалась в двадцати метрах от дороги. Воздух взлетел в фонтан дыма и земли. Тухокс и его спутники бросились в ближайший кювет. Просвистели еще три-четыре гранаты и тут же взорвались. Часть около дороги, часть на ней. Оси повозок, колеса и домашний скарб взлетели в воздух. Ливень земли обрушился на людей. Взрывы отдалились, потом прекратились совсем. Тухокс услышал зловещие завывания бронемашин и осторожно приподнял голову. Слева, за перелеском, появились пять броневиков, оснащенных пушками. А на двух было еще и тонкоствольное оружие. Издали похожие на пулеметы. Тухокс знал, что пулеметы здесь еще не изобрели. Но эти штуки казались достаточно опасными. И он, махнув остальным, помчался по придрожному пшеничному полю, чтобы выйти из зоны обстрела. Когда его группа была уже на середине поля, броневики выехали на дорогу и открыли огонь по бегущим солдатам и беженцам. Скорострельность орудий поразила Тухокса. Было очевидно, что перкунцы снабдили свои бронемашины скорострельным оружием, хоть он никогда еще не услышал о его существовании здесь, в этом мире. Наверное, его создание до сих пор хранилось в глубокой тайне. И теперь перкунцы, наконец, применили его. Вот он, дополнительный плюс для такого быстрого продвижения перкунцев, думал Тухокс. Сила огня этого оружия должна была быть просто подавляющей. Шум боя становился все тише. Тухокс и его спутники пересекли ручей и под прикрытием зарослей кустарника направились к дремучему лесу. Они шли до наступления темноты. Потом поспали пару часов и отправились дальше. На третий день пути после обстрела беглецы наткнулись на четырех убитых. Недалеко от них на лесной дороге стоял автомобиль повышенной проходимости. Повреждений в нем не обнаружилось, но бензобак был неполным. На нем они и поехали, все дальше пробираясь на север, а когда кончился бензин, снова пошли пешком. И через неделю подошли к самой границе. Однажды утром на одной из заброшенных ферм, куда их маленький отряд зашел в надежде раздобыть что-нибудь съестное, они наткнулись на перкунского дезертира. Это был крупный детина с гладкими черными волосами и широким лицом. Один из бладланцев, Эльфед Геро, допросил этого человека на перкунском языке. Тот принадлежал к национальному бешенцу, называемому Кену Кикунг, и звали его Квазинт. Он рассказал, что вступил в стычку с офицером, за что должен был предстать перед трибуналом, но ему удалось бежать. Теперь он хотел пробраться через границу, в Инскопинтик. Следующие два дня группа, который теперь присоединился к Квазинт, брела на север. Местность казалась безлюдной, а война нереальной и далекой. Но на утро следующего дня они проснулись от голомоторов. Тухокс пробрался к краю леса и выглянул на дорогу, которая проходила у подножия холма, метрах с четырехстах от них. Колонна броневиков и грузовиков с прицепными орудиями двигалась на юг. Все машины были темно-синего цвета, с красными полосами на бортах. А на каждой дверце сверкала эмблема «Черный медведь» на золотистом фоне. «Инскопинтик», — сказала Эльмика позади него. «Они направляются в Гатинозонию. Недавно нам сообщили, что Перкуния вынудила эту страну заключить с ними союз на условии, что Инскопинтик якобы получит северную часть Гатинозонии». Тухокс наблюдал за потоком машин. После броневиков и артиллерии потянулись отряды снабжения и машины с пехотинцами. Потом снова пошли бронемашины. Лица солдат были скрыты под круглыми шлемами. Колонна не прерывалась. Беглецы наблюдали, сменяя друг друга. Они не отваживались высовываться из-за своего укрытия. Повсюду были патрули. И только вечером отряд продолжил путь. На следующий день они укрылись в одном из старых сараев с просевшей крышей, который казался вполне надежным укрытием. Но когда они вечером собрались идти дальше, то обнаружили, что сарай окружен. Семь полицейских в форме Инскопинтика прибежались к ветхому дощатому строению с трех сторон, со взятыми на изготовку ружьями. И беглецам ничего не оставалось, как выйти наружу. Их тут же разоружили. И всем, в том числе и эльмики, связали руки. Чуть в стороне гордо стоял низенький молодой парень. Очевидно, сын крестьянина, который и привел полицейских. Командир отделения, плотный, темноволосый мужчина, с широким ртом и большими, выступающими вперед зубами, усмехнулся, обернувшись к эльмике. Он подошел, взял ее за подбородок, свободную руку завел за ее спину и бросил девушку на траву. Пленники ничем не могли помочь эльмике. Они только беспомощно и бездеятельно смотрели на это отвратительное, ужасное зрелище. Вдруг побледневший Брайан фыркнул и резко бросился вперед. И прежде чем кто-либо успел толком понять, что происходит, Брайан уже в прыжке выпрямил согнутые в коленях ноги и кто-то за долю секунды до этого крикнул. Широкое лоснящееся лицо повернулось на крик и носки сапог Брайана со всей силой устремившегося вперед ударили в подбородок. Что-то хрустнуло, словно переломили деревянную палку. Насильник откатился от своей жертвы и остался неподвижно лежать на траве. Брайан жестко упал на спину и заревел от боли. На связанные руки пришлась основная сила удара. Он перевернулся и попытался встать. Приклад ружья ударил его по затылку. И Брайан снова опрокинулся. Полицейский, ударивший его, перехватил ружье, приставил дуг к затылку Брайана и нажал спуск. Ирландец вытянулся, слабо вздрогнул и затих. Командир отделения тоже был мертв. Удар двумя ногами сломал ему шейные позвонки и челюсть. Полицейские начали остервенело избивать пленников. Тухокса ударили по спине прикладом ружья и он упал. Полицейский пинал его сапогами, целясь в ребра и живот. Когда очередной удар пришелся по черепу, летчик потерял сознание. Полицейские, выместив наконец ярость на своих жертвах, оставили их в покое и собрались вокруг мертвого командира. Одни пленники стонали и охали. Причитали, другие лежали тихо и неподвижно. Гера, которого избили особенно жестоко, рвало. Тухокс пришел в себя, но мысли четко и ясно смог не сразу. Голова болела, словно кто-то запустил в нее раскаленные когти и разрывал ими мозг. А тело было сплошной кровоточащей раной. Он знал, почему Брайан так поступил. С той минуты, когда сержант осознал, что навсегда оторван от родины, он медленно умирал. Глубокая скорбь переполняла все его существо. Неутихающая печаль гасила волю к жизни. Он пошел на смерть сознательно и сделал это под видом мужественного и рыцарского поступка. Для других его смерть не выглядела самоубийством, но Тухокс знал своего друга намного лучше других. Но кроме всего, поступок у Брайана действительно отвлек внимание полицейских от девушки. Они пинками и ударами подняли пленников на ноги и загнали на борт подъехавшего грузовика. Их везли девять часов, не давая ни еды, ни воды. Наконец, они оказались в военном лагере. И всех пленников поместили в усиленно охраняемый барак. Им дали воды, черствого черного хлеба и немного вонючего супа с парой кусков жестокой жилистой говядины. Пришла ночь, а с ней кровососы. Утром можно было вздохнуть посвободнее, но впереди был допрос. Один из офицеров, владеющий плодландскими гатинозонскими языками, допрашивал их целый час. Их рассказ, казалось, встревожил его. Во второй половине дня пришли солдаты и увели Эльмику. Тухокс спросил Гера, имеет ли он хоть представление о том, что здесь происходит. Гера пробормотал распухшими губами сквозь выбитые зубы. Если бы инскопинтик все еще был нейтральным, перед нами извинились бы и отпустили. Но теперь нет. Лучшее, что нам светит, это жизнь в рабстве. Девушку, скорее всего, отдадут на забаву высшим офицерам. Когда она им надоест, ее отправят к невшему командованию. Бог знает, что произойдет потом. Но Эльмика дворянка Бладландии, она убьет себя при первой возможности. Но у Тухокса было ощущение, что за кулисами что-то происходит. Через два дня его и Квазинда привели в один из кабинетов комендатуры. Там находилась Эльмика Хускарля, один из офицеров инскопинтика и перкунец. На последнем был белый с красным мундир, с орденами и золотыми эпалетами. Девушка выглядела намного лучше. Она вымылась, ей дали женскую одежду, но, несмотря на это, взгляд ее был отсутствующим. Она, казалось, была полностью погружена в свои собственные безрадостные мысли. Перкунцу приходилось понесколько раз повторять вопросы, чтобы получить от Эльмики ответы на них. Тухокс быстро оценил положение. Должно быть, у перкунцев был очень действенный аппарат тайной службы, который сразу же после доставки пленников установил их личности. По-видимому, правительство Перкунии немедленно направило инскопинтику требования об их выдаче. И теперь Тухокс пытался представить дальнейшую судьбу пленников. Только позже он узнал, почему вместе с ним из лагеря вывезли еще и Квазинта с Эльмикой. У Эльмики были родственники в влиятельных кругах знати Перкунии, а Квазинта по ошибке приняли за Абрайана. Такая ошибка не могла долго оставаться незамеченной, но этого оказалось достаточно, чтобы Квазинт вместе с остальными прибыл в столицу Перкунии – город Камайи. О Бладланцах Тухокс больше никогда не слышал. Скорее всего, их отправили в рабочий лагерь. Он без всякой веры смотрел на свое будущее и сомневался, что в Камайи его может ждать что-то хорошее, но почувствовал ни с чем несравнимое облегчение, когда граница инскопинтика осталась позади. Железнодорожный вагон, в котором они ехали, был роскошным. У Тухокса и Квазинта было личное купе. Еда была великолепной, и они могли пить пиво, вино, водку и столько, сколько хотели. Здесь можно было даже принимать ванну. Так долго лишенные всех этих радостей, они почти забыли, что на всех окнах – железные решетки, а с обоих концов вагона – вооруженные охранники. Ответственный за их перевозку и обслуживание офицер Калиаркас, капитан, по имени Уилкис, все время был рядом. Он обедал вместе с ними и старался ознакомить Тухокса с основами перкунского языка. Ильмика редко покидала свое купе. А в тех редких случаях, когда она сталкивалась в коридоре с Тухоксом, оставалась замкнутой и избегала любых разговоров. Он объяснял такое отношение тем, что он был свидетелем ее унижения. И к смущению примешивалось еще и презрение. Ведь он же не попытался защитить ее. Но Тухокс не собирался оправдываться. У него не было никакого желания объяснять ей, что его понятие о чести отличается от ее представлений на этот счет. Тем более, она сама видела, что произошло с Абрайаном. Причем ее же собственные подчиненные Гера и другие не пытались защитить ее. Они смотрели на происходящее трезво и, как он думал, были правы. Что она думала о них? Но сама Ильмика не заговаривала обо всем этом. Она неизменно отвечала на приветствие Тухокса одним и тем же холодным кивком головы. Он пожимал плечами и иногда улыбался. Вообще, ее поведение не должно волновать его. Конечно, сначала он мог казаться ей привлекательным, но между ними такая зияющая пропасть. Он ведь не бладландец и не дворянин. Даже если она вдруг и влюбилась в него, а он не замечал никаких признаков этого, ей все равно придется забыть славного Роджера Тухокса. Тухокс занимался изучением языка и смотрел на проплывающие мимо ландшафты. Польша и Восточная Германия на его земле выглядели почти так же. Поля были в основном уже убраны и местность казалась пустынной. Но Уилкис рассказывал ему, что сельское хозяйство здесь почти полностью механизировано и тракторов у них больше, чем у какой-нибудь другой страны этого мира. В городе Гервоге к ним подсел еще один офицер. Виалтас носил темно-синий мундир с серебристыми эпалетами и высокую форменную фуражку серебряной кокардой в виде головы кабана. У этого человека было узкое лицо, тонкие губы, пронзительный взгляд и вскоре выяснилось, что он необычайно приятен в общении, любезен и умен. Тухокс не ошибся. У Виалтаса было задание подвергнуть обоих пленников предварительному допросу. Тухокс решил рассказать ему все. Если он не сделает этого сейчас, позже его просто вынудят. При этом физическое состояние Роджера может сильно ухудшиться. Кроме того, он не обязан хранить верность какой-либо стране этого мира. Судьба сначала поставила его на сторону Бладландии и Гатинозонии, но тайная полиция последней пытала его и заперла в сумасшедший дом. А Бладландия обманула своего собственного союзника, чтобы заполучить пришельцев в свои руки. Между практикой Перкуни и Бладландии, казалось, не было существенной разницы. Действительно, неприятной была только одна мысль. Тухоксу казалось, что он обманет свой мир и свою страну, если будет работать на ту же нацию, на которую работает немецкий пилот. Работая на Перкунсов, он будет сотрудничать с немцами. Но здесь нет ни Соединенных Штатов Америки, ни Германии. Полчаса Виалтас задавал кажущиеся непоследовательными вопросы и после каждого ответа заглядывал в папку с листами машинописного текста. Тухокс понял, что офицер сопоставляет его ответы с информацией, полученной от немца, и в свою очередь спросил, «Откуда вы знаете, что этот человек, как там его имя, выложил вам чистую правду?» Виалтас был озадачен этим вопросом. Немного помолчав, он улыбнулся и произнес, «Итак, вы знаете о нем. Вам рассказали о нем эти бладвансы. Впрочем, его зовут Хорст Раска. И как вы находите эти две рассказанные независимо друг от друга истории? Насколько они совпадают? Ровно настолько, чтобы убедиться в том, что вы пришли оттуда же, откуда и он. Для меня, конечно, это самый поразительный аспект этих событий. Предположим, что существует Вселенная, занимающая то же самое место, что и наше, но не пересекающаяся и не контактирующая с ней. Я могу представить себе, что на обоих воплощениях Земли могла развиваться похожая флора и фауна, включая и человека. В конце концов, астрономические и географические условия на этих землях почти одни и те же. Но я никак не могу понять, почему в обоих мирах существуют такие похожие друг на друга языки. Вы понимаете, насколько маловероятно такое совпадение? Менее чем миллиард к одному, насколько я могу это оценить. И все-таки остается фактом, что почти все языки вашей Земли имеют родственные языки у нас. Велтос энергично покачал головой. Нет, нет. Иераски и мы прошли сквозь врата, сказал Тухокс. Может быть, они не единственные? В течение ста или двухсот тысяч лет существования человечества могли происходить неоднократные перемещения людей между нашими мирами. Может быть, человек возник не здесь, не на этой Земле? Он мог пройти с моей Земли и поселиться здесь? Окаменелости моей Земли ясно и недвусмысленно указывают на то, что человек был там с самого начала. Но все же остаются какие-то неразрешенные сомнения. 50 лет назад существовали разные теории происхождения и развития человека, сказал Виалтус. Даже сегодня находятся противники теории, согласно которой человек не был создан, и ему больше пяти тысяч лет. Тухокс каждую свободную минуту путешествия проводил с Виалтусом, и хоть он был тем, кто должен только отвечать на вопросы других, все же спрашивал и сам. Виалтус всегда отвечал, и его поведение убедило Тухокса в том, что этот человек ему верит. «Мне хотелось бы знать», – спросил он однажды, «что намеревается сделать с нами ваше правительство?» Если вы будете сотрудничать с нами и представите в наше распоряжение свои знания, с вами будет хорошо обращаться. Я думаю, мы сможем дать вам наше гражданство. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok